Всем снова здравствуйте! Очередная распаковка, очередной конверт. Заказал себе я светодиодные лампочки для люстры, но собираюсь их использовать не по назначению. В таком плане не по назначению, я хочу их использовать в автомобиле. Лампочки на 12 вольт. Так, вот такого плана. G4 LED. Вот она лампочка. Energy и так далее. Давайте встанем. Хочу запаять их в противотуманке. Лампочка прорезиненная. Вообще не должна влаги бояться. Вот, если видно, прижимая, она сжимается. Вот так вот. Влаги не должна бояться. Вторая лампочка. То же самое. В противотуманке запаять. Свет станет не ярко. Ну, буду использовать как ходовые огни. Почему брал такого плана? Чтобы, вот как сказать, очаг света находился как можно ближе к отражателю. То есть, попробую запаять так, чтобы отражатель был, условно говоря, на уровне пальцев, да. То есть, как можно ближе вот этот очаг был к отражателю. В основном, светодиодные лампочки, которые в интернет-магазинах, специально с цоколем, там какой, я не помню. H1, по-моему, цоколь. В противотуманках. У них слишком большое расстояние светодиодов. От цоколя, от выводов до светодиода. Получается, сам очаг света находится далеко от отражателя. И отражатель не собирает этот свет, не превращая его в такой большой пучок. так скажем, да. И если вы обратите внимание, то на обычных лампочках, которые лампочка накаливания, вот этот как раз очаг, он находится около отражателя. Поэтому решил поэкспериментировать и сделать что-то подобие обычных лампочек накаливания. Так. Хочу еще подключить их к блок питания. Не знаю, здесь написано где-нибудь, здесь плюс или минус. Вот я здесь что-то не вижу. Ни плюса, ни минуса. Методом проб и ошибок попробуем. Так. Приготовил я блок питания. 12 вольт. Так. Сейчас я продемонстрирую, что он работает. Блок питания. 12 вольт. 100 ватт. Вот подключены усы. Вон там. 12 вольт. Вон там. 12 вольт. Можем отключать тестер. Тестер отключаем. Подрубаем. Лампочки. Пробуем. Очень аккуратненько, чтобы не коротнул у нас. Так. Оп. Сразу попал. Запоминаем. Вот здесь вот. Спротивление 510. 910. С другой стороны 910. 510. Слева минус. Что светит достаточно ярко. Светит желтым цветом. Что нам и надо. Проверяем второй светодиод. Вот. И теперь, конечно, уже после того, как глаза засветились, не вижу, где там какой резистор стоит. Кстати, резисторы тут стоят. А, вот 510. Мне кажется, здесь полярность другая. Потому что... Оп. Да, это тоже светит. Кстати, этот светит уже, мне кажется, белее. Да. Мне кажется, это побелее светит. Хотя заказывал я. Как заказывал, я думаю, в одном магазине одни лампочки одного цвета. Да нет, одинаково. Ну вот, мы проверили с вами лампочки. Обе лампочки светят хорошо. Вот такая фирма. Ссылочка будет в описании. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Ну и до новых встреч. До новых встреч. Отк baraди.